Алибастер, здравствуйте. Если это сеттинг паудер, тогда я буду космонавтом. Ну да, замечательно. То, чего я хотела всю жизнь, ждала. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Ребят, описание открывается нажатием на кнопочку, и у вас откроется все. Список всего, что я использовала в этом видосе. Сегодня я тестирую люкс. Сразу же надеваю ушки Мода Плестер. Тут есть некоторые новиночки, есть некоторые абсолютно не новиночки. Но мне просто очень было интересно опробовать некоторые из этих вещей. Я думаю, что вы видели пролеты. И сегодня единственная не люксовая вещь, это вот этот хайлайтер. Я просто думаю, как его применить. Shine Bright, многоточие. Это хайлайтер от Миши Ведяева. У меня оттеночек Light Sand. Но, ребят, я еще подумала, куда его применить. Может быть, как сеющий праймер, не знаю. Начну я с этого праймера от Estee Lauder. Double Wear Flawless Hydrating Primer. Это самый лучший праймер вообще из всех, что я когда-либо тестировала. Я вам его показала в любимках года. И действительно, ребята, только он держит мои тона, любые тона. Он вот их прям держит железобетонно. Кожа у меня сейчас не в самом лучшем состоянии. И, пожалуйста, не говорите мне про это. Я знаю, я вижу. Праймера надо совсем чуть-чуть. Я про это забыла. Хотя я нанесла не так уж и много, но его нужно буквально горошинка. Я сегодня в черной рубашке, потому что я в трауре по 2017 году. Ну, ладно, я постараюсь поменьше троллить. Ребята, если вы вдруг впервые. Я вам скажу, что по классике изначально я вам могу не понравиться. Но я прихожу, чтобы экономить ваши деньги. Чтобы вы не покупали всякое лишнее, ненужное дерьмо. Но это, конечно же, ваш выбор, что вам покупать. Но в этом году, в 2022, я буду стараться отговорить вас от покупок. Потому что это то, чего я делаю почти постоянно. Праймер я нанесла теперь тон. Тон от Burberry. Я его купила давно, но так и не показала. Его я купила в начале лета, ребята. После того, как я пробовала их классический тон. Это тон в стике. Оттенок у меня 12. О, кренюды! Он очень светлый для меня сейчас. Но я его тестировала. Его так наносите. И, ребята, это первый стик, который ощущается, как будто я наношу какую-то воду на себя. Вот он настолько охлаждающий, что ли. Скользит прям по коже. Это не в праймере дело. Он реально очень скользящий. Очень приятный. И настолько увлажняющий, что мне даже не описать. Так и хочется водить этим стиком и водить бесконечно. Он прекрасен. Когда я его впервые протестировала, скажу вам, что мне он очень понравился. Но со временем я его распробовала. И поняла, что это немножко не мое. И все-таки единственный адекватный тон в стике это тон от Wet n Wild на удивление. У данного стика покрытие абсолютно не плотное. То есть обычно тона в стике, они очень плотные. У них огромная перекрывающая способность. Тут нет. Надо или в два слоя наносить, или сразу же побольше. То есть он такой полупрозрачный. Я вас сейчас приближу, покажу. Видите, как он, ребята, лежит? Вот он вообще почти ничего не перекрыл. Просто выровнял мне, как приятно, выровнял мне тон кожи. Мне бы поплотнее покрытия хотелось все-таки. Если у вас кожа в нормальном состоянии, и она априори не жирная, не сухая, хотя я думаю, что для сухой кожи подойдет, я бы вам его советовала. Но все-таки я люблю больше их классический жидкий тон, если брать именно Бёрбери. Когда у меня кожа нормальная, он мне, конечно, нравится. Сейчас это немножко не для меня. Он сияющий, очень красивый у него финиш, прям такая здоровая кожа. Но вот эти вот все вещи мне бы перекрыть в идеале сейчас. Так что, на удивление, это тон со средним покрытием. Fresh Glow Gel Stick. Да, действительно, Fresh Glow, действительно, Gel Stick. Спору нет. Перейдем к консилеру. Это новый консилер от Clinique. Я его купила, потому что мне его советовали в Ривгоше. Even Better All Over Concealer плюс Эрейзер. Тут действительно есть такая штука под глазами растушевывать этот консилер. Оттенок у меня CN Alibaster. В нем 6 мл. Маловато. Прикольная лапка. Но я его тестировала пару раз. Alibaster, здравствуйте. Достаточно темный для Alibaster. Ребята, он делает под глазами очень-очень сухое место. Становится все это дело похоже на курью жопу. Он подчеркивает просто все. Я уже как только его не тестировала, но серьезно, мне он не понравился. Может быть, сегодня он так ляжет, что мне он понравится, но он ужасен. На руке, конечно, все было прекрасно. Он, кстати, немножко окисляется на воздухе. Поэтому идите на оттенок светлее. Когда пойдете выбирать себе, ребята, оттенок, делайте сводч и смотрите, будет ли он темнеть или нет. То есть походите с ним немножко. Не надо сразу же брать. Надо подождать минут 5. Ну окей, я его растушевала. Какая-то я потраченная. Что у меня вообще сегодня с глазами? Странно. Я их закапывала, наверное, час назад. Еще по поводу тона. Кстати, вот этот тон стиковый лучше растушевывать плотными спонжами или вообще кистью. Если вы будете тушевать очень мягким спонжем по типу Brushworks или Bystar, который розовый с Wildberries, у вас очень плохо все нанесется. Еще раз попробую перекрыть вот это дело. Ничего не выходит. Окей, вообще от клиники я пробовала еще вот этот тон. Тоже Even Better. Ну, блин, не мое, ребята. Я постараюсь его полюбить, конечно, но пока что я с ним никак не могу подружиться. Возьму такое маслице от Clorans. А у них есть прозрачные масла в линейке? А то это какое-то с блеском. Ну окей, время пудры. Я вам, ребята, хотела показать еще раз пудру от Armani, потому что только один раз ее показывала. Но решила, что я лучше покажу что-то поновее. Да, я раскошелилась. Это Gucci. Когда я увидела цену, я была просто без слов. У меня оттенок 02. Пудре де буте. Буте, буте. Она стоила мне 5100 рублей, и это с промокодом. В ней 10 граммов. Коробка, конечно, очень красивая, очень эстетичная. Да здесь даже мешок стоит, ну, всех денег. Но, когда мне пришел заказ, я решила проверить, а сколько же эта пудра стоит на L'Etoile? Потому что я брала в золотом яблоке. Обычно такой люкс по типу Bobby Brown, Gucci, вот тот же самый. У них скидок нет. То есть, во всех магазинах L'Etoile и яблоко, да, например, где я сравнивала. Или в GOSH, там есть Bobby Brown. Они стоят одинаково. И онлайн на Sephora. Я всегда онлайн беру косметоз. Иногда захожу, конечно, в Sephora в GOSH. Ну вот, решила зайти на L'Etoile и посмотреть, сколько стоит эта пудра. Там она стоила 4000. Я купила за 5. Ну, да. Я молодец. Мне повезло. Ребята, пудра невероятная. У нее шикарный аромат. Она очень красиво ложится. Я сейчас вам покажу. Я даже не знала, что тут есть вот такой уродский немножко спонжик. Конечно, Gucci, но это не дело. Можно было сделать спонжик получше. У нее достаточно легкая текстура. Ее лучше набирать пушистыми кистями, потому что, если вы пойдете в плотную, то вы просто очень много наберете. В плотную, например, Duo Fibra от Миши Ведяева. Короче, пудра волшебная. Я себе ее подарила на Новый год. Я себе два подарка в этом году на Новый год сделала. Это вот эту пудру и толстовку от Xavier Wolf. Так, давайте я прекращу балакать. Оцениваем лоб. Не зафиксирован. Сияет. Красиво. Сияние амбербери. Фиксирую Gucci. Ребята, ну это превосходно. Она не подчеркивает текстуру. Она очень хорошо ложится. Блин, пять тысяч, это, конечно, дороговато. На бронзер я пока не решилась. Быть может, решусь. Хотелось бы, конечно, в рассылочке получить. Хоть когда-нибудь. Хоть раз в жизни какой-нибудь люкс, конечно, хотелось бы получить в рассылке. Но жди рассылку, моя хорошая. Поэтому я сама все покупаю. Мне, кстати, ни разу ничего такого люксового не присылали. На удивление. А еще меня поразило золотое яблоко. Когда я покупала на 10 тысяч там La Mail был, Manly Pro и Chic, мне не положили вообще ничего. Я покупала с телефона. Но, когда я покупала вот эту пудру от Gucci и несколько вещей от Bobby Brown, тоже вышла на 10 или на 12, мне положили подарочки. Интересно, от чего это зависит. Подарочки на десятку с косметосом Manly Pro и Chic мне не дали. А, Бербери и Gucci мне подложили чего-то там. Духи какие-то. Ну, маленький только подарочек. Все равно мелочи приятны, как говорится. И золотое яблоко, кстати, быстрее всех мне заказ в пикпоинт кладет и быстрее всех приходит. А че сижу пудрить? Мне просто так нравится. Ребята, посмотрите. Я вам скажу вот что. Когда я делаю обзоры на масс-маркет, вам не видно мои жалобы. Да, вы говорите, ой, то он прекрасно сидит, то он выглядит очень красиво. И пудра тоже. Ну, в жизни видно все вот эти вот предъявы, о которых я вам сообщаю сейчас. У меня просто лицо фарфоровое. У пудры еще есть какое-то дополнительное покрытие, что ли. Она не залипает. Но это идеальная пудра. Я шила, дай, сняв мою любимую пудру с производства. Потеряли клиента. Я перехожу на Gucci. Но я готова тратить 5 тысяч на это. Да, готова раз в полгода. Почему бы и нет? Она шикарна. Она превосходна. Даже на такой тон, который сам не фиксируется. Она легла идеально. У меня нет слов. Я теперь хочу бронзер. А все равно сияние есть, да? Такое маленькое сияние большое. Ой, как красиво. О мой гооооо. Я давно не помню свою кожу такой. Все, ладно. Хватит нахваливать. Gucci идет обратно в свой мешочек. Посмотрите на эту упаковку. Конечно, дешево очень выглядит. И здесь какой-то шов непонятный. Откуда шов Gucci? Мы стоим не 3 рубля, чтобы так себя вести. Еще она у меня окаменела. Тут какие-то камни есть небольшие. Вам, наверное, не видно. Силиконистая нежная пудра. Какая приятная. И аромат-то у нее какой. Ах, превосходно. Это, короче, просто, ну, не знаю, лучшая пудра в жизни. Давно я так ничего не нахваливала. А теперь, ребята, в попытках подружиться вот с этим. Ау, блин! Что же это такое? Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. Если это Setting Powder, тогда я буду космонавтом. Оттенок у меня Celestial Light. В ней 29 граммов. Прекрасно. Это непростая пудра. Она сияющая. То есть, я знаю, что многие хвалят классическую пудру Laura Mercier. У меня она была, мне не понравилась. Но если вы вот эту вещь собрались использовать как Setting Powder, то есть, как закрепляющую пудру. То, что я только что Gucci использовала. Ну, в этом качестве. Если вы будете вот это, ребята, юзать, у вас просто все залипнет. И вы будете как диско-шар. Я вот набрала немножко. Сейчас придам себе сияние. Давайте только вот с этой стороны. Это для меня рассыпчатый хайлайтер. Ну, она жутко залипает. У меня лицо закреплено пудрой Gucci. Ну, я тут закрепляла минут 10. Думаю, вы это видели. Для меня это серьезно, ребят, рассыпчатый хайлайтер. Во-первых, залип. Вы видите вот этот огромный залип? Как его растушевать? Не тушуется. Если вы скажете, Мариха, давай другую кисть. Да, пожалуйста. Моя кисть не виновата. Я беру 2 фибру. Самая лучшая сияющая пудра для меня это Jeffree Star. Вот, то есть, если вы вот этим собрались закреплять свой тон, она и так на пудре залипает. Представляете, что будет на тоне, который не самофиксирующийся. Как она залипнет? Я помню, первый раз воспользовалась. Мне пришлось смывать все. Потому что она мне просто залипла. Поэтому этой пудрой можно пользоваться только поверх уже какой-то другой пудры. Причем надо очень хорошо пройтись ей, чтобы зафиксировать и чтобы точно ничего не залипло. Самая лучшая сияющая пудра для меня это Jeffree Star, ну или Dior Backstage. Прессованная. А Jeffree Star рассыпчатая. Она не дает такой вот, ну это хайлайтер, ребят, серьезно. Может быть красиво выглядит софтбоксами, но все везде залипло. Это ужас. Я опять тут на нос плохо нанесла тон. Молодец. Во-первых, залипло. Во-вторых, если вы будете выходить в этом на улицу. У меня, конечно, все хорошо очень рассеивается. Но, ребята, я постараюсь делать так, чтобы вам было видно мелкие, мелкие блестки. Но это смотрится очень некрасиво. Честно. Мелкие серебристые блестки по всему лицу. Ну да. Замечательно. То, чего я хотела и ждала всю жизнь. Трэш. Конечно, сияние красиво издалека. Никто на вас не будет вот так вот смотреть. Но даже с такого расстояния я вижу мелкие блестки. И наносится неравномерно. Поэтому эта пудра, просто самая худшая пудра, которую я когда-либо тестировала. Особенно для закрепления. Ну, удачи. У кого она есть, ребят, скажите, она так же себя ведет или это только у меня руки из жопы растут, что у меня пудра. Ну, залипает на любом тоне и на любой другой пудре сверху. Время бронзера. Видели бы вы, как я покупала этот бронзер от Too Faced. Это был просто смех. Я больше никогда не пойду в Эльдеботе после этого. Но ладно. Во-первых, Too Faced. Почему-то криво наклеена наклейка. Это что? Я клеила. Honey Bang Glow. Это бронзер. Тут так и написано. Когда я покупала эту вещь и сделала вещь, что я не разбираюсь. Я спросила. Вау. Это хайлайтер? Тут написано бронзер. Мне говорят, да, это хайлайтер, да. Отлично. Замечательный хайлайтер. Я когда открыла, я охуела. Ну, потому что я все-таки думала, что это хайлайтер. Я себе в голову даже это внушила. Я не посмотрела, что это бронзер. У Мишки было золотое сердечко. Естественно, сейчас никаких золотых сердечек нет. Все стерлось. У меня уже, ребята, сияющая пудра. Еще куда мне тут сияющий бронзер. Это будет выглядеть очень смешно. Но он светлый. И если вы белоснежки, не знаю, можете ли вы, кстати, купить этот бронзер. Это старая коллекция. Благо, у него аромат не такой сильный, как обычно у Too Faced бывает. Блин, сияющего бронзера мне тут, конечно, не хватало. Бронзер неплохой, но он слабо-очень слабо пигментирован. Даже если свод сделать, он у меня очень каменный. Ну и какой-то хайлайтер. Это бронзер однозначно. Он, ребята, очень сияющий и настолько каменный, что кисть его не набирает. Я туда мокрыми кистями не залезала. Я попробую еще, конечно, набрать. Да, нужна тяжелая рука для этого бронзера. Но он хорошо тушуется, могу сказать. Это просто тяжело набрать его. А мне не нравится то, что я очень сильно сияю. У меня есть матовый бронзер тоже от Too Faced. Сегодня много Too Faced, кстати, будет. Правда, он сейчас для меня темноват. Ребята, бронзер с мишкой слишком сияющий. И он может подчеркнуть вам то, чего вы подчеркивать особо-то и не хотели. Например, какую-нибудь текстуру. Если сравнивать с другим люксовым бронзером, например, Hourglass. Он тоже сияющий, но он так сильно... Вот мне здесь... Ну, вам не видно, наверное. Он не так сильно подчеркивает текстуру кожи. Поэтому, если кожа у вас возрастная, текстурированная, то... Ну, у меня тут просто трэш происходит. Я и без того сияю из-за пудры. Ну, ладно, зато хайтеров отражают со всех сторон. Правильно? Правильно. Люксового, дорогого контура у меня нет. Это Manly Pro есть, но он на другое видео останется. У нас, ребята, время хайлайтера. Я, конечно, не знаю, куда мне тут еще хайлайтер добавлять. Мне надо отконтурироваться, но это я потом сделаю. Пока что перейдем к хайлайтеру. У меня это Ofra. Я его покупала не сама. Мне его отправили в пиар-рассылочке Rodeo Drive Highlighter. У меня есть еще один от Ofra, но он очень белый для меня. Это который в коллаборации с Никит Уториалс. Ну, ладно. Я и так сияю. Ничего страшного, буду сиять еще больше. Этот хайлайтер мне нравится куда больше, чем белый, который у меня есть. Ага, полоса. Здравствуйте. Сейчас попробую нанести поменьше. Будет ли полоса или нет? Просто интересно посмотреть. Да, ребята, когда у меня испорчено лицо, вы знаете, я начинаю портить все остальное. Я надеюсь, что глаза я сегодня портить себе не буду. Сияем. Дальше чем видим. Давайте подубавим, а то реально пудра. Да, ее может быть надо немножко, но я и так немножко наносила. Она просто вся залипла. О, трэш. Но зато сияние очень красивое. Такая здоровая, сияющая. Дама. Я очень хотела еще румяна вам от Шинель показать. Но первое, это лимитка. Второе, они сияющие. Куда мне еще больше сияния тут, я не знаю. Поэтому, ребята, я сейчас сделаю брови, отконтурируюсь и вернусь к вам. Готово. На удивление, брови мне сделаны карандашом Golden Rose. И они немножечко разные. Закрепила я все это дело мылом жидким от LN Pro. Как вам сказать, немножечко разные? Я сейчас прям вижу разницу. Ну ладно. Помада у меня Dior. Ребята, я ее купила ровно год назад. В декабре. Конечно, понимаешь, что сейчас январь, но все равно. Оттенок у меня 600. Rouge Dior Ultra Rouge. Оттенок называется Ultra Taff. Вот такая помадочка замечательная, прекрасная. Брала я в L'Etoile. Ну, неплохой такой оттеночек. Холодная темная пыльная роза. Чтобы красиво говорить на русском, надо знать еще, куда размещать прилагательные. А не только правильно ставить ударение и произносить слова. Вот такая вот вечерина у меня происходит. Сияю. Трэш. Еще приволокла вот эту вещь от Too Faced. Но я вам ее показывала давно. Здесь наборчик такой из сияющей пудры, слабого хайлайтера и сильного хайлайтера. Я беру ее с собой в поездки, потому что она такая не тяжелая и какая же она эстетичная. Она, палетка, да. Но, ребята, перейдем уже наконец-то к глазам. Сегодня у меня палетка от Tidy Bear. Да, я сдалась. Да, я сдалась. И купила ее, короче, по итогу очень поздно. Позднее, чем вы мне ее просили. Я помню, было несколько комментариев. Это такая очень нейтральная палеточка. В ней 14 оттенков. Два из них огромные, остальные маленькие. 4 металлика и 10 матовых теней. Мне бы узнать, сколько здесь граммов. Ребята, в больших рефилах, я так понимаю, 1.6 грамма. В двух рефилах 0.8. И в 10 1 грамм продукта. Я понять не могу. В каких из них 0.8? Неужели в мраморных? Мраморных тут два, вот этот и этот. Странно, зачем делать такую разную граммовку? Как мне, блин, теперь рассчитывать цену за грамм? Мне интересно. Пленочка на зеркале. Давайте вместе снимать. Нет. Я хочу Е-бой. А тут не Е-бой. Зеркало меня не искажает. Я вижу, насколько разные брови. По поводу праймера. Смешбокс сегодня возьму. Потому что косметика подороже, значит и праймер подороже должен быть. Я его не понимаю. Он очень плотный. Он настолько плотный, прям жопа. Но тает, когда наносите. Естественно, не перекрывает ничего. Поэтому, если вы хотите что-то перекрыть на глазу, то лучше наносить его на консилер. Но есть шанс, что ваш консилер это вещь проезд. Самый странный праймер, который у меня когда-либо был, второй раз я, естественно, не куплю. Я до сих пор его допользовать не могу. А что здесь сделать, ребята? Ну, пыльная роза, я так понимаю. Тут я сделаю что-то коричневое. Во всяком случае, постараюсь вытянуть из этой палетки. Но с такими нейтральными тенями у меня всегда получаются одинаковые макияжи. Конечно же, я понимаю, почему. Потому что тени, блин, нейтральные. Что еще надо? Как бы что еще сделать? Беру такой светлый оттенок прозрачный. Закреплю границы. Вот плохо растушевала, у меня тут все залипло. Вот, блядь. Тут два светлых оттенка. Они вообще чем-нибудь отличаются. Ну-ка, ткну во второй. Да, ладно, да, понятно. Спасибо, Too Faced, за такой маленький обман. Я вам сказала, что постараюсь сделать что-то коричневое, да, ведь? Поэтому, ну, буду стараться. Конечно, можно сделать что-то супер нейтральное, что я не делаю никогда. Такую свежесть. Все, можно найти макияж. Готов. Ну, нет, я буду маринок от Кризова, буду придерживаться своей цели. Я тестировала эту палетку, не скажу, что долго, но и немало. Какой-то охристый есть, вау. К чему он, правда, здесь? Ну, остается только догадываться. Ну, зачем здесь охра вот эта? I'm sorry. А что я говорила? К чему здесь охра? Нейтральная палетка от Too Faced очередная. А, тени тушатся хорошо. Тестировала я ее долго, потому что давно купила достаточно. В ноябре, что ли? Советую брать Too Faced только на скидках, но я всегда беру, ну, без скидок. Крайне редко мне удается найти скидочки на что-то. Вы мне, ребята, периодически скидываете, что мой любимый тон, который я шеландай, да, он на скидках. Мне приятно, спасибо, но я всегда запасаюсь им, и потом скидки начинаются. Так, я ищу коричневые. Я нашла коричневый. А как, где название оттенков? Сзади, да, сзади. Так сказала, конечно. The snuggle is real. Sharing is caring. Fuzzy-wuzzy. Ну, what the hell is that? Что за детские названия? Too Faced мне нравится своей эстетикой, но иногда настолько... Да, я знаю, что вы сейчас можете начать ругаться на меня в комментариях. Типа, если такое оформление, значит сразу детское. Но у меня такая ассоциация. Я с этим ничего поделать не могу. Я знаю, что очень многие любят прям Too Faced, их эстетику. Так, беру самый темный коричневый. Все одной кистью. Ну да, даже он небольшой такой розы отдает. В последнее время дело что-то все одинаковое. Ну ладно, хер со мной. Пусть будет, что будет. Большую кисть вот такую возьму. Ну, нет. Для нижнего века потрачу, так и быть потрачу свою заеву. Возьму сразу же светлый коричневый без охры. Ага, ну конечно. Наверху он казался мне коричневым, внизу это персик. Короче, многие любят эстетику Too Faced. Именно за вот эти миленькие упаковки, милое оформление. Меня оно, скажу честно, отталкивает. Вот самое адекватное это было у Born This Way, да, оформление. Ну и у Peach, быть может, тоже адекватно. Все остальное какое-то, ну куда. Но есть как бы на это контингент, да. Есть своя аудитория для таких теней. Извините, а мы будем наслаиваться без праймера, да, Too Faced, алло. У Too Faced обычно лимитки очень хорошие по качеству. Я скажу, что эта палетка отличается от моей Pumpkin Spice. Я бы еще Cinnamon Swirl, конечно, купила. Но куда мне вот столько теплых, одинаковых? Too Faced, они вообще как-то, по моему мнению, ребята, Too Faced, они все делают одно и то же по протоптанной дорожке, знаете, идут. Прямо как я в своих макияжах. Ну что-то вот, ну, слишком рыжая вещь. Очень рыжая, я бы сказала. Беру опять самый светлый оттенок. Просто по границе пройдусь. Уберу лишнее. Ну, уже, уже ничего не исправить. Я вам не советую привыкать к вот этой штуке. Ой, уберу лишнее светлым. Тушуйте сразу нормально. А не как я. Тени реально тушуются превосходно. Ну, без пятен. Я думаю, вы видите, что никаких залипов, никаких пятен нет. Просто все одно и то же у них выходит. Одно и то же. Трэнш. Может, матовый вообще полностью макияж сделать? Нет. Нет. Ну, Каткриз делать не буду хорошо. Не буду. Мне очень интересен вот этот мраморный оттенок. Я вижу, что я его тестировала. Мрамор. Здравствуй, Худа. Мрамор у нас только сверху. Ниже его нет. Я его сняла полностью. Эту вещь лучше не наносить на клей, лучше на консилеры, если вы все-таки Каткриз делаете. Потому что века сживет. Века сживет. Очень сильно. А где сияние? Только что было сияние прекрасное. Сейчас куда-то все ушло. Второе наслоение попробую. Ну да. Я что-то говорила про качество туфейс. Да, у лимиток оно хорошее. Там и сияшки какие-то адекватные. А то, что в постоянной коллекции, чаще всего такое среднее. Хотя, ребята, лимитки делаются в Китае. А для постоянной коллекции вещи выпускаются обычно в США. Беру розовый, не мраморный, просто розовый оттеночек. А зачем мне с удачей с розовый? А мы будем наносить самохороший. Он вообще, ребята, не набирается. Ну да. Небольшое сыпание присутствует, но окей. Металлик красивый, такой влажненький. Так, убираю сыпание. Ну, значит, помаду мне придется убрать, потому что, ну, это абсолютно не подходит общему вайбу. Хорошо. Я пыталась вытянут что-то коричневое. Чего я ною? Теплая коричневая вечеринка. Беру самый темный коричневый. Ну да. Самым темным он только в палетке выглядит. На глазу это откровенная рыжина. Но, ребята, знаете почему? На мне вот этот вот оттенок выглядит, ну, вот так. Напоминаю, я очень холодная. Если вы теплые или нейтральные, то на вас это будет выглядеть, ну, не настолько рыжо, я думаю. Во всяком случае, такое у меня предположение. Ммм, пиздец, это издевательство. У меня есть, кстати, карандаш от Шанель. Я купила третий, но уже коричневый. Оттенок у меня 943. То есть, такая карточка интересная. Типа, как точить карандаш? Хорошо, Шанель, спасибо. А я и не знала. Ну что, сделаю сводч. Мне очень понравился красный карандаш из этой линейки. Он стойкий, а зеленый не понравился. Ну, коричневый, ну, что с него взять? Коричневый как? Коричневый. Немножко с такой золотинкой. Я искала такой карандаш. У нас в маркете, правда, искала, но решила Шанельку взять. Посмотрю на стойкость, потому что, ребят, красный, отвечаю, супер стойкий. А вот это, полагаю, что будет не очень стойкое. Здесь уже буду делать то, что я хочу работать на клею, поэтому иду в праймер. Какой быстрый макияж, да, такая палетка быстрых макияжей. Когда я ее тестировала, я не скажу, что я прям влюбилась в нее. Ну, обычная палетка Too Faced, обычного качества для них. Благо, все тушуется хорошо. То есть, если бы тушевалась еще плохо и с пятнами, так хочется поругаться на что-то. Но могу ругаться только на цветовую схему. Потому что Too Faced, давайте что-нибудь новенькое, а не вот это все, одно и то же. Люди вас, наверное, покупают только из-за, блин, упаковок. Либо это Estee Lauder, ну, Too Faced Estee Lauder принадлежит. Это Estee Lauder, им принадлежит Too Faced. И они их заставляют выпускать очень много. И Too Faced не успевает просто сделать что-то более интересное. Беру розового вот этого мишку. Тенюхи немного пылят в рефиле. Вам меня слышно и вообще видно? Давайте так вот сяду. Не очень удобно, конечно. Вот, казалось бы, розовый. Ох, какие осыпания сильные, трэш. Казалось бы, блин, розовый, а на мне он персиковый. Я его вообще в палетке, ребята, персиковым не вижу. Палетка-обманка. Вы видите одно, а на глазу получаете другое. Тушуется этот оттенок уже посложнее. Но тянется и в ноль растушевать можно. Немножко пятен из-за липов имеется. Но если поработать, то... Пиздец, честно. Ребят, ну, я не знаю. Я ожидала, что это будет розовый. Это персик у нас. Вот этот оттенок. Но на камере он смотрится почти таким же, как в палетке. А в жизни я вижу персик оранжевый. Это такой светлый коралл. Привези, привези. Мне коралловые бусы. Ой, ебанное сыпание. А мы смоем? А мы не смоем. Мы стряхиваться не собираемся. Ну, такие румяшки будут у меня. Румяшки. Отлично. Вот и румяшками воспользовались. Не в том месте, правда. Ну, ничего. Ладно, я теперь возьму то, что вижу розовым. Мне интересно, что это будет на глазу. То же самое. Нахера мне два одинаковых оттенка в палетке? Туфейст, блядь. Это что? Чуть-чуть растушевала я в пятна. Поэтому беру опять самый светлый. Но пройдусь осторожненько. Ну, конечно, такой кистью и осторожненько. Удачи на даче. Так, ладно, все. Я прекращу это тушевать. Нет, не прекращу. Все. Enough is enough. Так. Я уже начинаю страдать, потому что я розовые не тестировала. Ну, какие это розовые? Это вот может я не вижу. Вижу оранжевый. Беру. Кисть мне надо взять поменьше. Но, ребята, у меня все маленькие кисти. Немножко чистую нашла. Что вот... Ладно, беру темный фиолетовый. Он очень похож на Vortex, который в худи Beauty есть. Который Mercury Retrograde. Проверим наслаиваемость и тушуемость. Потому что у Huda этот оттенок просто ужасный. Я его ненавижу. Ну, здесь вроде бы получше. Постараюсь немножко затемнить, чтобы еще ставить вот эту розовинку наверху. Но у меня немножко не выходит. И розовинка исчезает. Ну-ка, розовинка. Назад. Иду опять в розовый. Не то, что с мишкой, а просто розовый, ребята. Верну розовиночку. Розовый Фламинго. Кажется вам, что в грязь тушуются или нет? Мне кажется. Вот эта фиолетовая вещь пигментированная. Я хочу потом вот это смыть и сделать что-то фиолетовое здесь уже. Такое у меня настроение. Фиолетовый жук. Ёб твою мать. Мне не нравится то, что я вижу, ребята. Это знаете, в чем проблема? Не в тенях. Хотя хочется их обвинить. Беру розовый. Не с мишкой, просто розовый оттенок. Тени действительно пигментированные. Но цветовая гамма не моя. Вот и все. Почему до меня только сейчас это дошло, я не знаю. Хотя палетка у меня давно лежит. Беру снова темно-фиолетовый. А он что, потускнел? Для меня самое худшее, это когда тени тускнеют. Я не знаю, что может быть хуже, чем потускнение. Так, ну ладно. Трэш. Окей, whatever. Клей. Ребят, сейчас я клеем вырежу себе тут все это дело и подумаю, какую блестяшку наносить. По водотушевки. Да, хорошая наслаиваемость тоже неплохая. Тени сыпятся, особенно светлые. Я не понимаю, кстати, почему они тускнеют. Я тут пытаюсь разобраться, какой ингредиент заставляет тени прям тускнеть откровенно. Потому что не все тускнеют. Мало осталось таких формул, которые могут на воздухе потускнеть. И у Кайли новая формула такая. Не знаю, когда будет видео на самом деле. Потому что я на новинки не успеваю снимать обзоры. А новинки это то, что надо выпускать, ну, как можно скорее. Так, и какую блестяшку возьмем? Я вот очень хочу посмотреть, нанесется ли это на клей. Потому что в угол сюда оно не наносилось абсолютно. И хочу мрамор также взять. Поэтому я сначала иду в то, что у меня не наносилось. Оно даже не набирается. Это очень плотно спрессованная тень. Находилась бы я в Америке, я бы эту вещь ждала обратно. Это ужасно. У лимиток качество, повторяюсь, в разы лучше, которые вот эти. Pumpkin Spice, Gingerbread Girl. Или как там было? Gingerbread что-то. Не знаю насчет Cinnamon Swirl. Но после вот этого Teddy Bear я даже не хочу Cinnamon Swirl покупать. Беру мраморную розовую вещь. Опять же, кажется розовой, а на глазу Huda Beauty New Nude до меня дошло. Это вот один в один оттенки вот эти. Мраморные это Huda Beauty. Я давно продала New Nude. Ну что это, блядь? Где сияние? Где свечение? Где красивые новые формулы? Где спарклы? Это Too Faced. Я не купила себе, не хочу обидеть никакой бренд, но я не купила себе масс-маркет. Я купила себе палетку за достаточно дорого. Могла бы купить бронзер от Gucci. Но это что? I'm sorry. Так, беру темный вот этот фиолетовый. Ну чего, затемню. Темный фиолетовый. Ты темный фиолетовый или ты гном? Вонючка. Походу это гном вонючка. Тускнеет, я вам говорю, тускнеет. Я уже на нижнем глазу у себя ничего не вижу. Еще и осыпается. Треш, у нее палетка. Я когда ее тестировала, я не помню, какие, ребята, у меня были эмоции. Но точно не настолько эмоции отвращения, которые у меня сейчас происходят во мне, вот здесь, на камере. Я хочу взять карандаш от Burberry, потому что его надо как-то тратить. Он не очень стойкий на слизистый, но, может, сегодня будет стойким, не знаю. Когда я тестировала, я помню, я прям ругалась, что он вообще не стойкий. Ну, проверю, посмотрю. Ведь, может, что-то поменялось. Но тени, серьезно, не... Ну, еще раз наношу фиолетовый. Давайте, ладно, плотной кистью, а то я знаю, что есть такая вещь. Беру скошенную плотную кисть, просто это туфейст. Ладно, это был бы NYX, там... Ладно, это был бы масс-маркет, им надо было наносить супер-плотной кистью, на подложку. Это же не масс-маркет. Блядь. Готово. Да, все. Я замучилась и не знаю, ребят, сейчас я тут глаз доделаю. У меня сегодня, кстати, подводка от Боби Браун, вот такая. Все лицо Боби Браун будет. Я пока что в тесте нахожусь, мне нужно время. Помада хорошая, полоску не сделала. Круто. Это дерьмо. Не только по цветовой гамме, ребят, не поймите меня неправильно. Сейчас я сделаю стрелы с этим лайнером и вернусь к вам, я смою что-нибудь. Может, оба глаза смою, потому что... Блядь, это ужасно. Может, у меня камера получится сделать что-то вменяемое. Окей, сейчас вернусь. Готово. Ребята, я в целом довольна тем, что вышла, особенно здесь. Я уже немножко подуспокоилась на самом деле. Помаду я поменяла на вот эту от Yashilandai из чемодана прошлогоднего. Но скажу вам, что она почти ничем не отличается от того, что мне в этом году попалось. Ну, не только мне, но и всем остальным. На мне сейчас оттенок Pure Color Envy 184 Knockout Nude. А в новом наборчике попадается 160 оттенок Discreet. То, что в этом году выглядит немного по-другому, в том году были с зеркалами помадки. Ну, упаковка такая же дешевая и неприятная. Но это чемодан, чего вы хотели. Это немного не такая сияющая, кстати, как вот то, что сейчас на мне. И оттенок не такой розовый, да? Хотя нет, тоже сияет вроде бы. Хорошая помадка. От классической линейки отличается только упаковкой. То есть, если вы захотите себе вот этот оттенок 184, то он будет не в такой упаковке. Ну, или вдруг 160 захотите. Хорошая помада. Так, обсуждаем, что я тут себе натворила. Ребята, я решила взять другой праймер. Во-первых, я взяла здесь праймер Nars. И тушь у меня вот эта Givenchy, она мне очень нравится, но у нее есть огромная проблема. Кому-то может быть неудобно тушь наносить вот этими тремя набалдашниками. Но это ладно. Она у меня отпечатывается. Это первая тушь, которая как бы, ну, течет что ли. То есть, к концу дня я вот здесь вижу какие-то черные точки. Непонятно почему. Особенно, когда на улицу хожу в маске, я дышу, и у меня она отпечатывается. Никакая другая тушь так не делает. Особенно люксовая. Здесь я немножко схитрила. Мне было очень тяжело прорисовать четкую границу, потому что тут у меня металлик вот в этой части. Без клея нанесла его. Поэтому я сверху прошла с лайнером от Too Faced. Ну, потому что тени Too Faced, почему бы и нет. По поводу, ребят, этой подводки от Bobby Brown. Я ее купила очень давно. У меня, наверное, половина уже использована. Прошло три года, она до сих пор не засохла. Конечно, очень опасно пользоваться так долго подводочками, да. Но тут нигде нет этого срока годности. Поэтому мажу до сих пор, и она все еще работает, как в первый раз. Обожаю эту гелевую подводку от Bobby Brown. Вот она у меня тут. Здесь я не хитрила. Полностью я ей прорисовала стрелу. Очень хорошо. Для гелевых подводок я обожаю кистью от Zaeva номер 317. Очень классная кисть. 317. Есть еще 315. Она немножко другая. Она тонкая. Я люблю 317. Ну, конечно, да. Металлики на клею вообще ничем не отличаются от металлика, который нанесен без клея. Также здесь я на карандаше все это дело делала. Так сложно объяснять. Нижний век у меня полностью сделан карандашом от Chanel. И да, он не такой стойкий, как красный на слизистый. На удивление, это номер 943. Но в качестве вот такого нанести просто на нижний век или там как подложку использовать, да, как я здесь это сделала. Прекрасно подходит. Он с небольшим сиянием и очень красивый оттенок. Мне реально нравится. Жаль, что он не стойкий. То, что от Burberry все еще на месте. Чего я на него ругалась? Мне теперь даже как-то неловко. Что хочу сказать. На праймере, на арсте они работали получше. Но все равно вот совсем слегка потускнела эта вещь. Ну, не сильно. Ладно, я на это ругаться не буду. Но все равно потускнели. И, конечно же, на карандаше все выглядит коричневым. Потому что карандаш коричневый. А так свотчем в интернете я доверять больше не буду. В гугле. Я обычно свотчи смотрю в гугле. То есть я пишу. Too Faced или Bear. Точнее, Bear and whatever. Свотчем, да. И смотрю свотчи. Естественно, ну, ничего подобного я у себя не получила. Ну, ладно. Свои предъявы я высказала. Все еще продолжаю сиять дальше, чем видеть. Особенно, oh my god. Трэш. Ладно, хер с ним. Я, кстати, так и не отконтурировалась. Давайте делать свотчи. Потом скажу по поводу консилера, тона и всего остального. Вот так выглядит палеточка. Еще раз показываю. Такой тут медвежонок. Приятный. Палетка. Очень легкая. Так, пластмассовая. Сколько оттенков-то, блядь, шесть. В ней 14 оттенков. Из них 4 металлика. Выглядит, ну, интересно. А на самом деле не очень интересно. Сначала сделаю матовое. Рефилы находятся глубоко, поэтому мне тяжело в них залезать. Так, матовые свотчики. Вот этот охристый непонятно для чего. Оранжевый тут откуда-то появился. А, это розовый. Просто на камере оранжевым смотрится. Или же я colorblind. Склоняюсь ко второму. Самые светлые оттенки тоже сделаю. Один из которых я взяла тут в такой, ну, импровизированный каткрис. Вот этот. Он с блесточками, но блестки потом у меня куда-то делись. Так, пожалуйста, матовые. Вот такие матовые оттеночки. Осталось еще два. Куда их поместить? Не знаю. Но я их умещу. Умещу, я сказала. Так, вот сюда. И вот сюда. Сводчица прекрасна. Это что вообще? Я не знаю. Сводчица, ребята, очень хорошо. Ну, просто если сравнивать то, что я насвочила и то, что я видела, как бы, ну, это небольшой обман получается. И я так полагаю, не с моей стороны. Потому что мне палетку просто так топить, ну, неинтересно. Конечно, это не моя цветовая схема, но это не повод, да, палетку угнать на дно. Что я хочу сказать? Вот этот оттенок с медведем самый большой. Непонятно, почему он тут так засвочился. Ну, странности. Тени нежные, но мне тяжело это прочувствовать, потому что рефилы очень маленькие. Но, реально, пигмента много. Однако, очень, ребята, все это дело похоже на глазу на одно месиво, серьезно. Тут есть только один оттенок для затемнения. Вот он. Все остальное это 50 оттенков розового. Палетка все-таки розовая, я бы сказала. Еще что хочу сказать. Вот этот коричневый, который я на сводчах видела, вот таким красивым коричневым, на деле, вот я сейчас его наслою, но я не хочу так наслаивать. На глазу он не коричневый, это темно-розовый. Ах, ну, он у меня здесь из-за коричневого карандаша выглядит коричневым, но все равно выдает розовинку. Вот в реальной жизни я вижу розовинку. Ну, ладно, мало ли, что я вижу, но я должна вас предупредить. И делаю 4 металлика, 2 из которых такие мраморные и 2 обычные металлы. Ну, такие симпатичные оттенки. Один в один худо бьюти нью ньют. Если она у вас есть, то вам это не нужно. Как хорошо, блядь, сводчится. Так бы на глаза наносились, как по маслу. Посмотрите на это. Вот этот оттенок даже, ну, засвочился тяжеловато. А кистью он наносится вообще суперсложно. Не потому, что он очень желейный, а потому, что он очень плотный. Ну, серьезно, я бы хотела видеть вот эти красивые переливы на глазу, но я их не наблюдаю. Вот эти два вообще очень похожи. У них отличие только небольшое в подтоне. Этот более розовый. Что такое? Зачем нам два одинаковых? Ну, ладно. Я говорю, я colorblind, для меня все одно и то же. Я не могла их засвочить два раза, один тот же оттенок. Я потому, что вижу, что здесь есть мелкие такие... Нет, не здесь, подождите. Вот здесь мелкие белые точки, потому что это мраморный оттенок. Я их не наславила, я их только что подтушевала. Ну, на пальце отличаются более-менее. Ну, как бы отличие-то такое минимальное, ребята. Серьезно, они почти не отличаются. О май гад. Может быть, я на монтаже себе буду ругать за то, что я увижу все-таки в них отличия. Но на деле одно и то же. Палетка еще, кто может, тускнеет. Но на карандаше работаете, да? Удивительно, блядь. Too Faced и на карандаше. I'm sorry. Вот посмотрим на Pumpkin Spice. Не знаю, можете ли вы ее купить. Да, здесь тоже металлики такие не ах, но тени не тускнеют как минимум. Я не помню, делали ли я вообще на нее обзор. Матовые тут не такие нежные, они более сухие. Я сделала один-два свотч по классике. Вот с этой стороны вам их покажу. Ну, тянутся они похуже, но они более пигментированные. Ну, некоторые оттенки похуже тянутся, да? Вот первые два, во всяком случае. Но, I'm sorry, здесь пигмента намного больше. Как минимум, то, что я помню, вот с чем я работала. Я помню просто, я с этой палеткой столько макияжей сделала. Мне она так нравилась, я ее купила прошлым январем. Тут единственный плохой оттенок, это вот этот фиолетовый, потому что вот с ним действительно на карандаше надо работать. Too Faced, блин, палетки стоят так дорого. И какого хера надо на цветной подложке или на карандаше металлики такие крошащиеся. Зачем я вообще сделаю чесвочи? Вот этот оттенок плохой очень в этой палетке. А так все очень красиво и шикарно. Почему нельзя было похожую форму? Ну, да, такие тут крошечки есть. Почему нельзя было здесь сделать это же самое? Да, металлики более масляные, но вот эти мраморные тоже немного крошатся. Но, как бы, здесь в Pumpkin Spice качество намного лучше. У меня еще была Gingerbread, которая первая. Я купила последнюю, кстати, в Эльдебете в Хабаровске, а до сих пор помню. Но эту палетку я отдала. Конечно, хотелось бы с ней еще сделать пару макияжей сейчас, но смысла нет ее хранить, потому что ее просто не купить вам, ребята. Ну, вот такая палетка. Я бы вам не советовала, особенно если у вас с нее ньют есть. Ну, куда? Здесь ничего инновационного, ничего интересного. Все смешивается в одну единую кучу. Макияжи будут похожие. Эта палетка вам подойдет только, если вы, ребята, любите слишком светлые макияжи и не любите их затемнять. Вот то, что я сегодня сделала, это максимум затемнения, которые я смогла вытянуть. И скажу, что, ну, один оттенок для затемнения, причем фиолетовый, как бы коричневый, вы будете тоже фиолетовыми затемнять, что ли? Ну, это не дело, туфейст. В палетке Pumpkin Spice тоже кажется, что нечем затемнить другие оттеночки. Ну, вот коричневый, вот темный, этот какой-то, темно-такой бордовый и вот этот ужасно-фиолетовый. Тут хоть какую-то глубину можно создать. Для меня макияж красивый, если он глубокий. А если он плоский такой, ну, это уже повседнев. Да, тоже может быть красиво. Но я лично люблю затемнять как-то, притемнять. Где-то потемнее, где-то посветлее. Я люблю объем. А здесь какой объем? Я даже открыть не могу. Тюфейст. Где? Вот что вы тут темное видите? Только вот это. Это, оно не темное. Оно темное только на карандаше. Пахнет трэш. Не так сильно какой-то аромат был. Тут сейчас подвыветрилось. Но все равно, аромат здесь немного другой. И тоже такой противный, сладкий, ванильный аромат. Я бы вам эту палетку, ребят, не советовала. Работать с ней тяжело. Сыпется все. У меня под глазами очень много блесток и осыпаний. Не только из-за цветовой схемы, да. Думаю, что если бы тут была такая более осенняя гамма, я бы тоже не советовала. Хотя тени нормально, потому что просто она очень светлая. Однако, если смотрели, ну, посмотрите на другую палетку от Too Faced. Это, мне кажется, вообще некачественная. Впервые недовольна палеткой Too Faced, кстати. Это моя третья палетка от Too Faced. И мне есть с чем сравнить. Что дальше я беру? Ребята, бронзер. Давайте сразу разберемся. Он слишком сияющий. Лично я люблю, когда у меня сияющий бронзер, чтобы весь, ну, тон был у меня матовый. В данном случае это очень сияющая вещь. И я бы предпочла что-то менее сияющее. Однако, летом будет красиво. Но он слишком теплый для меня. Вот у Шанель тоже сияющий бронзер. Но не настолько сияющий, как это. Это действительно больше на хайлайтер похоже. Но я удивлена, что мне продавали эту вещь как хайлайтер. Хотя написано бронзер. Очень интересно. Я понимаю, что консультанты тоже люди могут ошибиться или оговориться. Но я люблю вводить людей в заблуждение, честно. Я как тайный покупатель проверяю, ну, как бы, как меня консультировать. Мне тоже ведь очень интересно узнать. Я прихожу в магаз не как эксперт. Я не скажу, что эксперт в чем-то. Я вообще краситься не умею. Но я прихожу, как обычный покупатель, который не разбирается. Я сразу же забываю все, что я знала про косметоз. И прихожу с новой чистой головой. И делаю вид, что я реально ни хера не понимаю. Особенно в новые магазины. Там, где меня знают, там уже знают. Так, мы не опробовали, ребята, вот эту вещь. Но я в другое видео обязательно суну. Это Миша Ведяев, хайлайтер жидкий. А по поводу карандаша от Шанель. Я не куплю, наверное, четвертый. Потому что, что я вам коробку показываю? Потому что только красный почему-то, ну, стойкий, наслизистый. Вот этот нет, зеленый нет, это металлики все. А красный металлик очень стойкий. В чем разница? Не понимаю. Может, мои глаза красные цвета любят, поэтому там стойкий. Но все равно карандаш очень красивый. Я его оставляю, буду делать им стрелы какие-нибудь коричневые. Ну, или вот так на нижнем веке добавлять очень красиво. Далее, что хочется схватить пудру от Гуччи. Слов нет, слов нет, одни эмоции. Обожаю, люблю всей душой, вам тоже рекомендую. Консилер Клоранс. Че? Консилер Клиник. Всегда путаю Клиник Клоранс. Консилер Клиник Even Better. Но, например, консилер от Диор очень хорошо тянется. Вы поставили маленькую точечку, растянули на все лицо. Здесь не так. Вблизи видно, что мне все высушило. Издалека, конечно, не видно. Издалека смотрится хорошо. Но, ребята, когда я все это дело смою, у меня под глазами будет сухая кожа. Я этого не люблю. Это первый консилер, который у меня так все высушил. Ну, повторюсь, да, издалека не очень видно. Но я это вижу вблизи, и мне немножко суховато. Поэтому консилер, к сожалению, не могу вам рекомендовать. Вот эта тушь, она хороша. Да, она резь не удлиняет. Все прекрасно. Даже объем придает. Скорее всего, больше объем дает, чем длину. Но, когда я ношу маску, это единственная тушь, которая отпечатывается у меня тут. Это что такое? Блин, жванши. Я и так ваш бренд не люблю. Давайте хотя бы тушь полюблю. Но она для меня как бы идеально подходит, за исключением вот этих отпечатываний. До сих пор не пойму вот эту вещь от Smashbox. Она не облегчает тушевку. Может быть, продлевает стойкость. Только для этого. Я же люблю, чтобы праймер давал мне и яркость теням, и легкую тушевку, и стойкость продлевал. Как праймер Too Faced, которого, блин, больше нет. Поэтому я кладу, чтобы его допользовать уже поскорее, и все, не покупать второй раз. Если вы хотите продлить стойкость теням, то да, эта вещь подойдет. Если вы хотите цвета получить, например, от каких-то менее пигментированных теней, то нет. Их только цветная подложка спасет. Абсолютно нет Лора Мерсия сияющая пудра. Если вы любите наносить себе рассыпчатый хайлайтер на все лицо, то, конечно же, вам понравится. Я даже, ребята, сводч сделаю. Я хочу просто, чтобы вы видели, насколько это сияющая вещь, что действительно для меня это больше как рассыпчатый хайлайтер. Он у меня как палец сияет. Не знаю, видно вам или нет, но это слишком блестящая вещь. Тут такие же крупные блестки, как в Givenchy рассыпчатой пудре. Если вам нравится рассыпчатая пудра с блестками от Givenchy, то, конечно, это вам тоже понравится. Ну, тут просто трэш. В Givenchy видно эти блестки. Здесь их не так заметно, но они серебряные. Так что фото со вспышкой удачи вам, если вы еще бейкинг ей делать собрались. Она ведь, ну, setting powder. Она же ведь не финишная пудра. Она пудра для закрепления макияжа. Она очень сильно залипает любой кистью. Поэтому нет, это вообще провал 21-го года, хоть сейчас и 22-й. Но я ее внесу в провалы 22-го года. А может и 21-го внесла, я не помню, что я вообще снимала. Хайлайтер оффро. Хорошую текстуру не подчеркивает. Сияет, отражает прекрасно. Просто для меня оттенок Rodeo Drive сейчас немного темноват. Поэтому были полосы. Советую хайлайтер оффро. Хороший. Вот эта вещь от Боби Браун. Ей уже 3 года. Это гелевая подводка. Ребята, во-первых, она стойкая. Сколько помню, я ее еще вроде в Китае... Нет, не в Китае. Да ладно. Не знаю. В общем, это очень стойкая подводка. Первое. Второе. Она живет у меня уже 3 года. И она до сих пор жива. Это что такое? Такое вообще, ну, 3 года жить и не засохнуть. Это надо быть подводкой Боби Браун. Но она шикарная. Она не ультра-черная, но она и не серая. Белый инлайнер у меня здесь, кстати, жидкий от M&M Mitchell. Вот этот. Был отправлен на рекламу, но я им пользуюсь. То, что было на рекламу отправлено, очевидно, мне нравится. Потому что я рекламу просто так не беру. Стик вот этот. Все-таки, ребята, для меня покрытия слишком мало. Мне бы больше покрытия. Когда у меня кожа идеальная, у меня бывают такие дни, когда кожа хорошая. Даже недели. Я им пользуюсь. Да, хороший стик. Стойкий достаточно. Но я со временем заметила, что мне действительно мало очень покрытия от него. Но это хороший, достойный стик. Он не такой матовый, железобетонный, такой, что наносите, и так аж кожа скрипит. Как, например, Make Up For Ever. Вообще ужасный. А этот хороший стик с легким покрытием. Это первый тон в таком формате, который не супер плотный. Приятный, да, но я бы второй раз себе, например, не купила бы его. Я лучше Шанель возьму. Ребята, это все, что я сегодня тестировала. Теперь очень быстро пройдусь, потому что я вам однозначно рекомендую. Первый праймер, праймер от L'Eche Landai. Любой тон будет держаться супер долго. Очень хороший праймер. Первый праймер, который действительно продлевает стойкость тону. Вообще невероятный. И, наверное, вот эту подводку могу вам рекомендовать. Остальное уже, ребят, на вашу... А, пудра. Пудра? Сори, пудра Gucci. Но мне стыдно ее рекомендовать. Она очень дорогая. Хотя, здравствуйте, подводка Bobby Brown. Сколько стоит, моя хорошая? Карандашик смотрите сами. Просто я люблю Шанель, но можно найти что-то похожее в масс-маркете, я думаю. Не обязательно тратить тоже много денег на карандаши для глаз. Есть хорошие и даже в бюджетном сегменте, не только в масс-маркете. А так вот однозначно вот эти две вещи. Пудра и праймер. Больше мне нечего рекомендовать. Такой тест получился своем разный. Я не то, чтобы ничем не довольна, но вот хотя бы пудра сделала мой день. Тени кое-как я заставила работать. Но я ненавижу, когда надо что-то заставлять работать прямо вот через силу. Знаете, и цветовая гамма не моя. И нет, Too Faced эта палетка точно не моя. Хотя, ребята, я смотрела вчера или позавчера видео о Ленске Бьюти, про 40 палеток, которые она протестировала в 2021 году. Ей эта палетка понравилась. То есть, ну, я понимаю, что сколько людей, столько и мнений. Ну, просто я считаю, что это не очень качественно. Особенно эти металлики. Ой, трэш. Даже в Pumpkin Spice цветовая гамма не моя, но та палетка по качеству в разы лучше. Имха. Все, ребят, я пойду. Что у вас есть из того, что я сегодня протестировала? Может быть, вы планируете что-то купить? Особенно мне интересно про вот Бербери. И кто пробовал вот этот вот праймер? Потому что про него вообще никто не говорит. Мне интересно, какого хера? I'm sorry. Хороший праймер. Что у вас есть от Бербери? У меня есть все лицо. Кроме теней. Теней я не планирую покупать. Вот такая вот вечерина. Ребята, ребята, я очень надеюсь, что вы ничего не купите из этого видоса. Во всяком случае, то, что мне не понравилось. А что у вас есть? Есть ли у спудра от Гуччи. Да, тоже интересно. Какое у вас по поводу нее мнение? И, ребята, я пойду. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо и понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм, куда я выкладываю свое прекрасное, замечательное и красивое лицо. Всех люблю. Всем пока. Начну я вот с этого праймера от Estee Lauder. Поэтому сейчас, ребята, я отконтурирую, сделаю брови и вернусь к вам. Уже с хайлайтером. Нет, вырезать. Ой, блядь. Как светло. Блядь, клей надо экономить, конечно. Ну, хер с ним. Все лицо Бобби Браун, кстати. Все лицо Бобби... Смотрела недавно старые видосы, мой чмок вот такой перетрансформировался вот в это. О, какая у меня рубашка классная. Прямо все в блестках. Ну и хер с ним. Смотрела недавно.